Кто не знаком, разрешите представить вам Евгения Семеновича Штейнера, который перед отъездом со своей исторической родной в Лондон согласился нам рассказать о Японии. Как сказать? Название доклада. Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение. Спасибо всем собравшимся. Я постараюсь не говорить о чем-то затменно-запредельном японистическом. По крайней мере, постараюсь это разбавлять общечеловеческими соображениями и информацией. Потому что, насколько я понимаю, японистов в аудитории нет. Здесь, по крайней мере, один китайский. Здорово. Про Китай я, наверное, буду не раз упоминать. Но вот это обстоятельство, что я попытаюсь рассказать о каких-то особенностях текста, который называется «Манга Факусая», рассказать об особенностях, которые я, как мне кажется, немножечко открыл и которые малоизвестны даже узким предметникам японистам. И говорить об этом в нашей с вами аудитории мне понадобится, сочетая какие-то общие вещи, которые всем нормальным людям позволить или не знать, с тем новым, что, как мне кажется, я про Хакусая напридумывал. Ну, всем известно, что Хакусай – это наше японское всё. Он самый главный японский художник. Вот я даю здесь его картинку, которую знают даже те, кто не знает больше вообще ничего про японское искусство. Это большая волна. А вот его автопортрет в одном из писем в возрасте 83-х лет. Когда я уже поставил эти две картинки на один экран, я увидел, как изящество жестового руки сочетается с изгибом большой волны. Я люблю эти совпадения. И на разного рода визуальных или семантических совпадениях, сопоставлениях, сходствах или несходствах строится в значительной степени его текст, его манга. И вот это я и постараюсь показать. Для начала нужно сказать, что манга Хакусая – это совсем не вот эта манга. которая известна сейчас как, видимо, манга. Она и есть манга. Вот комиксы или карикатуры или graphic novels их еще называют. В основном для молодежной аудитории, но не только для молодежной. И вот такой всем известный стиль с молодыми девочками с широко распахнутыми глазками, с практически отсутствующим носиком, зато сразу развитыми вторичными половыми признаками и с большим action. Эта манга к Хакусаю не имеет практически никакого отношения, хотя те, кто этим занимаются как художники, авторы и особенно фанаты, считают, что они как раз происходят от Хакусая по прямой линии, ведут свое родство от него. Родство в высшей степени опосредованное. На самом деле нынешняя манга – это больше продукт западного влияния, нежели влияние тех мангов, которые делались во время Хакусая. Но что-то, может быть, немножко есть, об этом я особенно распространяться не буду, просто хотел оговориться, что речь пойдет совсем не об этом. А те, кто возводит свою родословную современность к Хакусаю, просто хотят, как это часто и извинительно бывает, предстать с более древним, приличным, благородным родством. Наверное, я не буду говорить о примере, который мне понравился недавно, это перескажу примерно как требовать нынешним так называемым палестинцам свое происхождение от древней земли Израиля, и говорит, что Храмовая гора – это их обочина и чья. Окей. Развели современную манга с мангой, которая была раньше. И вот теперь что же такое это манга? Вот двумя иероглифами, о которых я чуть дальше расскажу подробнее, записывается это слово. Обычно переводят это как разные, разнообразные картинки. There were sketches or random sketches. И манга Выкусая выходила в 15 сборниках, в английских называют volumes. Да, и прошу прощения, что все тексты у меня по-английски. Это из другой моей лекции. По-русски уже тоненькие книжечки, в которых 30 двойных листов или 60 страниц. Томами называть, наверное, не очень правильно. Я их называю выпусками. Выходили они на протяжении более чем полвека. Началось это все в начале 19 века. И в течение 5-6 лет вышло 10 страниц, потом был большой перерыв. Так вот, всего в этих 15 книжечках около 900 страниц, которые представляют собой в основном картиночные страницы, на которых поместилось около 4000 разного рода сюжетов и мотивов. И каждому сборнику или выпуску предшествуют 2-3 страницы предисловия, которые задают какое-то общее направление мысли, ассоциаций для читателя, зрителя или просто рассказывают, какой выпускай великий, знаменитый художник. Чрезвычайно любопытны эти предисловия. Я их для своей книжки перевел, что было занимательно и непросто. И часто комментарии к этому переводу занимают раза в 3 место больше, нежели сам текст. Это я здесь показываю еще один титул третьего выпуска «Манго и себя любимого». Это был в Берлине несколько лет назад съезд главных кокусайщиков мира. Да, там была большая выставка кокусая. И вот как раз это был первый год, когда я стал рассказывать о своей идее композиционного устройства. «Манго», о чем я в основном и буду сегодня говорить. Но сначала я хочу кратко обозначить основные проблемы, которые помогут нам уяснить, что же это все-таки такое. Как часто бывает с большими произведениями великих мастеров, слышали о них все, но мало кто задавался целью или брал на себя труд внимательно изучить «Манго». Выходят разного рода сборники отдельных рисунков, отдельных страниц или просто самых характерных выигрышных сюжетов оттуда в произвольном порядке выходят. Как правило, без всяких комментариев или с комментариями очень краткими. И в целом «Манго» практически никто не рассматривал ни на Западе, ни даже в Японии. И если начать серьезно смотреть на «Манго» как на целое, то возникает множество вопросов. Ну, прежде всего, первое – это «Манго». Многие говорят, что да, Хакусай – автор первый «Манго», самый великий, самый первый. Это не совсем так. Я покажу дальше, что были и до него в сборнике книжек-картинок, книжка-картинка «Picture Book» «Эхон». Он просто подхватил модную тенденцию. Другой чрезвычайно интересный вопрос. А один ли он работал? И выясняется, что один – нет. Разумеется, его роль была лидирующей, и, наверное, он сделал 90-95% всех рисунков. Но какие-то вещи там были нарисованы его учениками или попросту собутыльниками. Иногда, в особенности первый выпуск, готовился не как выпуск, а они рисовали во время пирушки, которая длилась всю ночь. Это было знаменитое мероприятие, когда Хакусай, ему было уже около 50 лет, и он ходил в зенит свои славы, отправился в путешествие в западные провинции, его встречали как героя в городе Нагое, устроили в его честь пирушку, и в течение ночи, гласит легенда, он нарисовал 300 картинок, которые оставил наутро дальше, без диастранства войти. Из этих картинок потом собрали первый сборник или выпуск. Я проверял эту красивую легенду и понял, что она не работает. 300 картинок за одну ночь создать совершенно невозможно. Надо было и выпить, и поговорить, и toilet breaks. Две с половиной минуты, даже если всё длилось 8 часов, это невозможно. И это было несколько иначе, но сейчас на этом останавливаться. Но здесь есть одно очень интересное рациональное зерно в этой легенде. Он оставил эти 300 картинок и ушёл. И больше к ним не притрагивался. Поэтому, кто же сделал книжку? Книжку надо было скомпоновать, организовать, спроектировать страницы. Ибо его рисунки, я много видел его набросков в британском музее. Несколько сотен я видел, а их там может быть несколько тысяч. Это на клочках бумаги совершенно разного формата. Чаще всего очень маленькие, а большие. И чтобы их поместить в книгу, нужно было скопировать в масштабе, что-то перерисовать, увеличив что-то, уменьшить. А далее из разросленных рисунков собрать страницы. И задать последовательность этих страниц. Так вот, этим занимались другие художники-редакторы, его ученики и почитатели. А отнюдь не он сам. Ну и следующий крайне важный вопрос. А имеет ли смысл вообще говорить о том, что как-то это всё было скомпоновано и организовано? Может быть, там нет никакой композиции. И эта точка зрения, в принципе, преобладает даже у серьёзных исследователей. И об этом я скажу чуть дальше и буду её оспаривать. Эту точку зрения. А пока что там у нас осталось? А, жанр. Самые разные наименования дают Хакусаевой манго. И говорят, что она употреблялась или в качестве пособия для начинающих художников, или в качестве сборников разного рода весёлых, а иногда совершенно неприличных карикатур. А, может быть, это была энциклопедия старой японской жизни в картинках. Эта точка зрения мне нравится больше других, потому что я сам её придумал. Да, на всё это я постараюсь или не на всё, а на что-то ответить. А пока, наверное, надо сказать, что же значит слово «манго». Совершенно справедливо сейчас это слово не переводят, потому что если переводить, то это потянет за собой очень длинный шлейф культурных ассоциаций. Культурных и лингвистических. То есть второй иероглиф «га» – это более-менее понятно. Это с хорсины, картинки, рисунки в манере «манго». И в словарях обычно даются вот такие значения этого «манго». Разрозненный, случайный, капризный, свободный, не вписывающийся в рамки, испорченный, в смысле нерегулярный. А также в глагольном употреблении это может быть переливаться через край, стремиться за пределы. То есть всё это говорит о чём-то таком нерегулярном, обильном, изудержном, причудливом. И вот такие картинки составляют понятие «манго». Чуть дальше я скажу, какой перевод, а точнее толкование предлагаю я. А пока вот кратко употребление весьма малоизвестное этого термина до Хокусая. Но вот в тот же самый год вышла книжка, тоненькая книжка, картинка совершенно малоизвестного персонажа Айкала Винва под названием «Сотни женщин в стиле манго». И вот здесь очень интересный момент, почему эта книжка вышла практически одновременно с первым выпуском «Манго Хокусая». Или этот малоизвестный художник, художников, когда там были десятки и сотни, услышал, что Великий Хокусай готовит нечто такое и решил подхватить новое и модное словечко. Подсуетился и сделал что-то своё на эту тему. А может быть было наоборот, может быть Хокусай увидел, что какой-то малоизвестный мелкий художник у неё сделал вот такую книжку, то женщин в стиле причудливом или нерегулярном стиле, подумал, отличный термин, возьму-ка я его себе. Но мне кажется, что поскольку точно неизвестен день и месяц выхода вот этой книжки, то есть это было раньше или поющим «Манго Хокусая», мне хочется думать, что это тот самый случай, когда идея с «Манго» летала в воздухе и из вот этой общей атмосферы, когда она достаточно сконденсировалась, капли «Манго» могли упасть и на «Человдыхновенного Хокусая», а также могли они осенить и вполне зурядного художника, это просто тот такой, наверное, «Сайдгайс». Тем не менее, были эти упоминания и раньше, не буду их перечислять. Скажу лишь о самом первом и, на мой взгляд, самом интересном случае употребления этих иероглифов. Вот они, в правом верхнем углу четыре иероглифа, которые могут читаться «Мангаку Цзюхицу» или «Манга». В Японии китайские иероглифы могут читаться слегка по-разному, в зависимости от тех и иных условных произносительных норм. Вот здесь была огласовка «Мангаку». И это было собрание литературных записок Цзюхицу, записки по-русски переводят, или «Ассе», где малоизвестный автор говорил такое. Вот это я сначала перевел на английский, сейчас я попробую это связанно изложить по-русски. «В Великом океане есть птица». В Великом океане он Шанхайдзин, китайский древний трактат, пересказывает. «Все дни летает она над водами, ловит мелкую рыбешку и поедает ее, но не может насытиться». Часто люди, которые не слишком утончены духовно, занимаются и музыкой, и шахматами, и пишут, рисуют, тысячами искусств ослаждают они себя, но мастерства-то нет ни в одном. Что же касается меня, то я люблю только читать и писать. «Все дни напролет погружен я в это и жажду еще и еще как-то птица мангаку». Мангаку или манга. Что же это за птица? Ну, во древнем китайском источнике это была, видимо, микологическая птица, но, тем не менее, орнитологический справочник говорит, что была птица под этим названием, которая на исконном японском языке называется «эросайя», особый вид «цакли». И также она и по-русски называется «цакля полонная». Полонная у нее такой большой тюль, как вы видите. Картинка «заскал» в интернете, а Хокусай ее сам изображал. Вот слева это рисунок и кусает манга, вполне похоже на настоящую. Английский, соответственно, «спунбил». И как же в итоге можно перевести вот это название «манга за хитрю» к записке «ненасытного». Вот как я это перевожу. И это отбрасывает коннотацию смысла на название «хоксай манга», что я перевожу как «бесконечно разнообразные картинки». То есть вот такой культурно-контекстуальный перевод, я думаю, что является наиболее точным, ибо, полагаю я, примерно это и имел в виду Хокусай, когда он дал название первому выпуску. Если бегло пролистать эти манга, то мы видим, что действительно там в изобилии встречаются картинки на практически всевозможные сюжеты. Великое множество китайских персонажей из китайской древности. Философы, бессмертные даосы, почтительные сыновья, военные персонажи и так далее, и так далее. Не буду останавливаться на каждом, хотя о каждом можно и должно в комментариях сказать очень много. Замечу лишь, что еще в XIX веке эти картинки пользовались в Париже колоссальным вниманием, любовью и интересом. Строго говоря, многие, наверное, знают, что именно с манга Хокусай пошла любовь ко всему японскому в Париже. И, строго говоря, зародился японизм. Феликс Брахмон, молодой гравер, нашел в 1856 году в лавке истампов о Гюсте де Латра сборник манга. Показал своим молодым друзьям Флоду Моне, Гюсте Ренуару и другим. Они весьма впечатлились и стали называться импрессионистами. Окей, I'm just kidding. Но влияние Хокусайовой манга и вообще Хокусая на импрессионистов трудно переоценить, и поэтому, если практически не преувеличивая называть вещь своими именами, Хокусай можно назвать одним из отцов-основателей современного западного искусства. Тот же самый Брахмон, работая в сербской мануфактуре, готовил росписи для фарфоровых сервизов и щедро черпал из сюжетов-мотивов манга. Вот видите, справа эта картинка, это тарелка сербской мануфактуры. Вот он только заменил длинную трубку этого мальчика на улечку. Что там еще? Великое множество фейзажей, которые часто выглядят не слишком эффектно, поскольку это не станковые гравюры большого формата. Это часто маленькие виды, но чаще всего это знаменитые виды, которые по определенным признакам угадываются культурным читателям и навевают соответствующие ассоциации. Чаще всего это знаменитые места, это был такой жанр мейсио, знаменитые места. И в маленькой книжечке, глядя на эти картинки, можно в душе путешествовать по всем этим местам. Великое множество архитектурных мотивов. Целый сборник посвящен, а также и в других сборниках есть картинки, посвященные воинским боевым искусствам и искусству ниндзя. Вот ниндзя на правой странице. Великое множество всяких ползающих, прыгающих, летающих тварей, как здесь, они во многом зоологически или энтомологически точны, но обо всем можно говорить еще и в культурно-историческом или мифологическом плане. Я сейчас даваться в это не буду. Есть великое множество смешных, юмористических, иногда довольно неприличных картинок с этими двумя сюжетами. Если дальше будет время, я, может быть, расскажу более подробно про эту картинку. Автор одной из крайне немногих книг о мандах и кусаемом английском языке Джеймс Митченер в конце 50-х годов издал около 200 картинок из 900 и называл вот этот вот разворот одним из лучших, но сказал, что по понятным причинам его невозможно воспроизвести. Но с буританских 50-х в Америке изменилось очень многое. Здесь ничего особенного не происходит. «Какающая ложь», «Дело житейское». Вот я в своей книжке это воспроизвожу. Но дело совсем не в этом, а тут есть масса очень специфического, чисто хокусайла, неприличного юмора. Или есть масса загадочных сюжетов. Вот несколько авторов писали об этом персонаже, что он или Конфуций, почему Конфуций непонятно, или китайский чиновник, или уж не помню, что это ни то, ни другое. Третье – это китайский бог литературы, изображенный несколько специфически. Это титул 12-го выпуска. По фигуре этого персонажа в круглых медальонах идёт надпись из 12 знаков, которая написана нелинейно, а очень зигзагообразно. То есть её не так просто прочесть. И вот если вытянуть в одну линию последовательность знаков, то получается то, что у меня написано в нижней строчке. То есть он пишет здесь своё имя. В провинции О или Оваре художник Итсу, ранее называвшийся Хакусаем, сделал это для книжного магазина «Эйракуя». Ну уж не удержусь, если я употребил слово «Эйракуя», то, видите, лошадь запутана в попону, и там полускрытые проглядывают два иероглифа «Эйраку». Переводится как «долгая радость», возможно, это радость процесса, которым она занята, а возможно, точнее, возможно, а точно, это эхидная шутка Хакусаем, поскольку «Эйракуя» — это было название его издателя, его фамильное имя. Ну, масса коннотаций, я не буду в это вдаваться, пойдём дальше. А вот этот персонаж хорошо интерпретируется, если увидеть источник, который Хакусай взял, чтобы его изобразить. Это из книжки «Эхонося Хо Букуро» «Драгоценное сокровище книжек-картинок», с образцами и прописями, художник Мари Куни. Где как раз изображён китайский персонаж с 12 низкими или нитями бусин, которые спереди и сзади на его головном угоре, и с 12 изображениями священных животных на одеяние. И, соответственно, для 12 выпуска Хакусай воспользовался вот таким образцом. Не то, чтобы всегда, но очень часто он давал картинки, привязанные к порядковому номеру своего выпуска, что далеко не всегда очевидно, но в дальнейшем 1-2 этого я, пожалуй, покажу. Так вот, я уже несколько раз говорил о том, что часто нарисовано одно, а подразумевается при этом совсем другое. И существует настоятельная необходимость в элементарной интерпретации этих картинок, потому что часто совершенно невозможно понять, кто нарисован, зачем нарисован, что он делает. При этом это непонятно часто даже японским специалистом. У меня не раз бывали ситуации, когда я не знал, что нарисовано, я обращался к знакомым японским профессорам, и они или не давали мне ответы вообще, или просили время подумать. Вот это один из примеров, где нарисованы разные фигурки, и к нижнему, который занимает нижний регистр «Человек верхом на метле», была японская энциклопедия рисунка Фокусая, «Хокусай Эдзетен», или «Словарь рисунка Фокусая в двух томах», а там было написано буквально «Человек или мужчина пишет». Там очень часто были подписи из одного слова «Монах», «Мужчина». Специфическая бывает манера у японских комментаторов. Я сердечно не знаю, как интерпретировать такие комментарии, потому что у этого мужчины, который пишет, есть имя, это хорошо известный персонаж, иконографически известна история, которая за этим кроется. Это, разумеется, монахик Кью. Я про него все знаю, про него книжки написал. И здесь показан момент, когда он участвует в конкурсе на самый большой иероглиф, и когда дошла до него очередь, он расстелил рулон бумаги, схватил метло, обмакнул ее в ведерко с тушью и лихо пробежался по этому рулону, сделав в конце эффектный крючок, нарисовав иероглиф крюк в каге и, естественно, победил в конкурсе. Вообще, на этой странице все известные каллиграфы древности. Вот я привожу их имена, за каждым кроется своя история. Ну, сейчас я рассказывать это не буду. Вот маленькая непонятная в середине под человеком зонтиком – это лягушка. Почему не лягушка? Ну, как-нибудь в другой раз. Или вот такие картинки. Авторы того же самого словаря или энциклопедии рисунков «Выкусая» написали, что это мальчик в китайской одежде. Ну, это и так понятно, что это китайчонок, карако, и прическа, и одежда. А вот что он держит? Я сначала подумал, что, естественно, китайскую монету. А потом стал смотреть справочников, и тут не годов правления, не имени императора, и вообще какие-то странные знаки. И лишь потом мне открылось, что это одна из многочисленных визуальных шуток Хакусая, ибо отверстие на монете, квадратное отверстие в центре представляет собой иероглиф «квадрат», который в отдельном употреблении означает «род», а в сочетании с другими элементами он может быть и нижним элементом, и левым, и верхним, и правым. Вот я написал эти четыре знака. И эти четыре знака складываются в такой древнекитайский афоризм, известный и в Японии, который можно примерно передать. «Я удовлетворен тем, что я знаю, я согласен с тем, кто я есть». То есть это выражение было известно и в Китае, и были такие китайские псевдомонеты, употреблялось оно и в Японии. В частности, известно, что вот эта надпись была вырезана на одном колодце-водоеме, то есть это была верхняя его плоскость, в квадратной дырке была вода для морейных рук в очень известном дзен-будийском монастыре Рюанде, Киота. Вот такого рода сюжетов у Хакусая очень много, что позволяет мне сказать, что эти тоненькие книжечки, которые физически можно пролистать за пять минут, на самом деле предназначались для медленного или пристального чтения, «клоус-виллинг», ибо, как правило, он не говорил даже и словечко в простоте, а совсем за этим были многочисленные, иногда претворечившие друг другу, уровни китайско-японского, а иногда индо-будийского контекста. Множество аллюзий, наверное, я это пропущу. Это предшественники его. Комические были картинки, вполне карикатурные был, такой стиль спичечных ножек, ручек в конце XVIII века. В общем, я только в конце. Вот эта книжка одна из первых в этом жанре, «Тоба-Э» в 1724 год, и вот там сцена, в которой герой пробивается на свободу круша врагов тяжелым губаном. Губан – это толстенная доска для игры в го. И вот внизу эту сцену использует Кокусай. Ну и в чисто художественном плане, конечно, это не сравнить. Но про его эстетические свойства я сейчас говорить не буду. Он очень щедро заимствовал отовсюду, где только можно. Вот из итальских и японских компендиумов и справочников, сюжетов и образцов для привописи, из художников-пособий для начинающих рисовальщиков, из иллюстрированных энциклопедий китайских и японских. Вот идут их имена и названия. И все это в целом, я думаю, что позволяет мне определить жанр Кокусайды манга как энциклопедию японской жизни, сейчас мы бы сказали старой японской жизни, картинках. И думаю, что позволительно сравнить его работу с разного рода латинскими суммами. Вот одна из первых раба на мапра, сумму универсалис или де универсо. Или, что ближе к жанрам отношений, поскольку это картинки, с альбомом Вилара Данекура из Национальной библиотеки в Париже. Хотя, разумеется, это сравнение будет не в пользу Вилара, потому что у него есть значительно меньше картинок, 230 с чем-то, если не ошибаюсь, и они значительно меньше структурированы. Ну, он, видимо, не ставил в себя такой задачи. Это просто для западников пытаясь провести какие-то параллели, хотя это и не параллели, а, может быть, довольно отдалённые сближения. Теперь самое важное. Вот мы видели уже столь много разнообразных картинок на любые сюжеты, любые мотивы, и отовсюду нахватанные. Он любил перерисовывать из чужих книжек. И всё это вызывает впечатление в полной неразберихе и хаоса. Здесь я собрал мнения от самых первых до самых последних разного рода людей проницательных, хорошо знакомых с предметом и вообще не глупых. И вот, что они говорят. Лавина рисунка. Федмон Гаганкур, который был большим собирателем и вообще выпустил первую монографию о японских художниках на западных языках. Правда, это было не под Хокусай, а про Утамару. Но, тем не менее, дебош наброс, как говорил Диан Стэмолоза, американский философ, который один из лучших на таком японском искусстве в своём поколении. И на основе его коллекции, которую он передал в Бостонский музей, сейчас создана одна из самых лучших в мире экспозиций японского искусства, в Бостонском музее изящных искусств. «Удручающий хаос», говорил Альфред Фиг, один из виднейших собирателей. Циклонические страницы, случайные наброски. И последнее, это моё любимое. Джек Хиллер, многолетний собиратель и хранитель японской коллекции в Британском музее назвал это «Хильди Пигуди», что я перевожу, не столь изящно, но близко по смыслу, как «Комбикормана винегретна пигуди». Ну и вот он же дальше расшифровывает. Нет преемства от страницы к странице. Неченвер говорит. Без всякой организации, без центральной идеи, без логического концепта, который бы управлял отбором материала. «Кейп Челл, поймай всё, наброска, или хватай, что можешь». И вот уже учёный старшего поколения, на наше современное, Шан-Карло Кауца, который работает в Венеции и является директором Центра по изучению Кокусая. В общем, Центр этот состоит каждый год его одного и помещается в его квартире. Ну, он выпустил несколько альбомов про Кокусая. Так вот он говорит, неорганизованно, систематически, по предметам. Какой-то иконографический лес. И тут выступаю я и говорю, если это и лес, то вполне разумно организованный. Трогическая пальма или банан там отнюдь не соседствуют с каким-нибудь танненваум, с ёлкой или с морожкой. То есть, если это и безумие, то в нём есть своя система. Вот теперь я буду говорить, что это за система. Мне пришло в голову уподобить манго-ренго. Или нанизанные строфы, есть принятый по-русски перевод, или сцепленные, или цепочки стихов. Вот эти иероглифы связаны с песней, ещё можно сказать по-русски. Это такой классический средневековый жанр японской поэзии, крайне малоизвестный в России, да и на Западе тоже, хотя в последние 20-25 лет появляются об этом работы. Но известность и исследовательность жанра рэнга несопоставима с известностью и популярностью жанра танка или хайку, или хокку. Мне повезло, потому что я писал в своё время об этом кандидатскую диссертацию. И, занимаясь с этим, узнал очень много о том, как японцы любят соединять разные вещи или куски текста. Вот я здесь написал, что именно по этому принципу соединено манго-хакусая, то есть начало и какие-то последовательности отдельных страниц, и всё это следует в традиции. Есть перекличка между началом каждого выпуска и концом каждого выпуска. И есть разного рода композиционные приёмы. В основном это приём ассоциативной смежности и последовательности. Как поэма-рэнга это бессюжетный нарратив, который вольно стремится, но очень прочно связан всякого рода малозаметными поэтическими приёмами. Также и манго. Поэтому вот я здесь сделал несколько смелых утверждений о том, что манго и есть рэнга, но уже «Га» это другое не стихотворение, не песня, а картинка, то есть сцепленная или связанная картинка. Здесь я пробовал немножко поиграть словами, и мне это нравится. Окей, поясняю. Вот рассмотрим самое начало. Большая книжка на старом толком фоне это первый разворот первого выпуска манго-то-кусая начинается сразу за прозаическим вступлением и показана пара стариков с метёлкой и кораблями, никаких надписей нет. Всякие уважающие себя японцы до новых времён должны знать, кто это. Это старцы Дзё и Куба, японские Филимон и Бабкида, которые чрезвычайно популярны в разного рода мифологических сюжетах, старинных пьесах для театра, но по всей странице раскиданы разного рода благопожелательные символы. Это долголетие, гармония, сосна, черепаха и журавль, это троица, причём черепаха не простая, длинным хвостом такой хвост вырастает у черепахи только когда ей исполняется 500 лет. Вы спросите, где журавль? Вот на вере у старика иероглиф, который означает журавль, ну и так далее. То есть они здесь неспроста, потому что это благопожелание долгой, счастливой, гармонической жизни. В циклах пьес для театра «Но» эта пьеса так «Осаго» она называется обычно начинает репертуар. В других книгах разного рода сюжетов из классической японской мифологии или истории с этой композиции часто начинают. Вот как в этой книжке, которая на переднем плане, здесь может быть не столь это хорошо видно, в конце концов у вас был выдающийся художник, Торияма Секи Эн, который сделал пятитонную энциклопедию образно книфологических сюжетов и бесобщины, его книжка называется «Ночные прогулки сотен демонов». Но художественно или нет, тем не менее он начал вот именно с этого сюжета двух любящих стариков. Он работал до Хакусая и сам наследовал традиции. Таким образом, Хакусай или его редакторы, помните, что я говорил, что составляли эту книжку в отсутствие Хакусая, его ученики, они это сделали не просто так, а решили задать такой комбертон. в других сборниках. Следующий был второй сборник. Кстати, изначально они не были задуманы, были с продолжением, просто бешеный успех первого выпуска потребовал выпускать еще и еще. Так вот, второй выпуск начинается с изображения фениксов. Это представители божественной четверицы мифологических животных, которые небесная четверка приносят всякого рода благополучия и управляют небесной космической гармонией. Следом за ними идут драконы, черепаху мы уже видели, четвертая забыла, это неважно. теперь другой прием. Как сочетаются концы и начало каждого сборника. Вот я выбрал здесь первый разворот и последний разворот из двенадцатого выпуска, который, на мой взгляд, представляет собой этакую музыкальную ронда, где циклически завершается тема, начатая в самом начале. Первый разворот повыше и правее. Изображены здесь семь богов удачи и счастья, правда, у четвера, но это не важно. И что там написано? Сём он не фугуру. Хорошая удача или доброе счастье входит в ворота радости. Фугуру. Фу радость. И вот рыболов, который сидит в правой верху непосредственно под этой надписью, вытащил рыбу фугу. Здесь ассоциация чисто по созвучию, но а также намекает на то, что счастье и удача это опасное. Он здесь слегка опешиво свалился. Это Элису, покровитель патрона рыболовства. Обычно его изображают другой рыбой, с карпом, который называется Тае, и у него есть свой особый благопожелательный смысл. А здесь вот рыба фугу. Неожиданно, смешно, перекликается со счастьем, но счастье может быть опасным. Быстро перехожу к предмету, который внизу. Это огромный дайкон, с которого бог дайкоху, он легко опознается по иконографическим чертам, это бог довольства и богатства, снимает тряпочку или покров с этого дайкона, и он неожиданно радуется, увидев вот такой что-то ему напоминающее раздвоенный корень. Кстати, изображения таких раздвоенных, напоминающих белые ножки дайконов, они чрезвычайно популярны и в японских разного рода карикатурках, а также являются вполне принятым серьезным религиозным символом отдельных синтаистских храмов. Вот в Иониасакусе, недалеко от места, где жил Хакусай на севере Токио, в одном храме, храмовым символом или эмблемой являются два таких дайкона с раздвоенными корнями, как с ножками, и они переплетаются, то есть вот там сплошное, у вас сплетенья, ну, рук у них нету, сплетенья, ног имеется. Редька. Это белая большая редька. По-моему, сейчас у вас в русских магазинах закопишут дайконы, да? Я думаю, сначала, что дайконы никак же называют проституток, а что может быть тоже на сходке нет. И это вполне может быть. Да, у него на этом очень много все завершенно закручено. И вот делаем быструю перемотку до последнего разворота. предмет. там мы видим, что вот предмет, на который в несколько испуганном изумлении воззрился синтоистский священник, а с другой стороны весьма очевидно всем довольную красотку, которая по характерным чертам идентифицируется как одна из дии миноры с мелкой такой богиней синтоизма Окаме сластолюбивая, охочая до танцев, веселья и секса девушка. Именно она вызволила богиню Матерасу из небесного грота, изобразив стриптиз, чем вызвала громовой хохот всех богов. И вот этот фаллический символ это жеребие выпавшее, счастливое жеребие написано в углу, но на самом деле вот эти фаллические ассоциации естественно первым делом у всех прочитываются, в то время как это вполне невинный пестик. пестик сурикоги. Ну, а все вместе это вот начинается это таким смелым эротизированным женским символом, кончается мужским и вот действительно такая циклическая завершенность этого несколько циклического веселья. это наблюдается не только в самой первой и самой последней странице, а во многих сборниках с разной ясностью, где-то это получше показано, где-то не очень четко, но во многих сборниках это прослеживается. Вот вверху три первые страницы, в третьем сборнике справа, а не справа налево начинаются, это четыре небесных охранителя, ситэнно, небесные боги, которые в космогонической карте буддизма несли свою охранительную службу по сторонам света в центральном ярусе горы Шумеру, Сюми, вот она в середине верху. Дальше на следующей странице боги, которые поменьше рангом и поближе к людям, вот верхняя дайкини тэн, она принадлежит к тому же классу, тэн, это общее родовое свойство, суффикс, небесные боги, на белой лисице она спускается на землю, в руках, держит такую угловатую загогули, но это ключ от амбаров с рисом, она покровительница риса, и внизу внешне никак не связанной с нею персонаж старик с двумя снопами колосси, разумеется, рисовых, рядом с ним из-под одного из снопов выглядывает белая лисица, это лисица инария, спутница бога, покровитель рисовых колосси, бога инария, то есть здесь они ассоциативно связаны, и на последующих страницах действие переходит ближе к людям, ближе к довольству, изобилию, и сочетается рассказ о торжестве земледелия с мифологическими образами, которые восходят еще отчасти к Китаю или к древнему японскому синтоистскому прошлому. Теперь посмотрим на последние три страницы в этой же книжечке. Самая последняя, она здесь левая, это просто каталог мелких предметов, приносящих счастье. И посмотрите вверху в середине та же самая угловатая загогулина, это ключ от небесных амбаров с рисом. Такие вещи помогли дарить друг другу на Новый год или по всяким случаям. А также это был такой декоративный объект для украшения. Дальше там идет шапка-невидимка, множество денег, мчужины, приносящие счастье, не буду все перечислять. И это сочетается с изобилием, точнее, как бы такими эвокативными призывами изобилия, с которого этот спорник и начался. И если на самых первых страницах были показаны небесные воины генерала-охранителя, то они показаны в конце, вот внизу в центре это Джон Куй или Тёки по-японски, истребитель бесов, хорошо известный в китайской мифологии. Чем-то его очертания мне напоминают гору Сюме, Шумеро. И третья от конца страницы, она здесь слева, простите, справа внизу, здесь трудно разобрать, что происходит, но это святой Энн-Магёдзя, которого защищают прирученные им черти, которые держат круговую оборону вокруг него. Соответственно, всё это создаёт ощущение защиты, протекции, процветания и имеют благопожелательный характер. Последний пример. Как сочетаются разные сборники? Вверху, справа, мы видим последнюю страницу шестого выпуска. Изображён на ней боевой барабан, большой сигнальный барабан, увитый плющом, и на котором бьют гнёзда счастливые птицы. Что это означает? Это означает, что в стране наступил мир. Сигнальный барабан больше не служит своему значению, предупреждать нашествие врагов уже не нужно, враги разбиты, барабаны виды плющом. Это восходит в Трое царствие, Джогелян провел установить на границе эти барабаны. И вот таким образом кончается шестой сборник. начинается следующая титульная страница «Старичок под деревом». Из этого дерева свешиваются листья этого самого плюща. Соответственно, вот есть такая перекличка, которая, и это является основным из принципов связи страниц манга, перекличка происходит на уровне малозаметных элементов заднего плана, аллюзий, которые составляют отнюдь не самое главное, а часто как раз то, мимо чего легко проскочить, если листать быстро и не глядываешься. Соответственно, там листья плюща, здесь листья плюща, но плющ это еще и растение, его листья, которыми был украшен геп известного могущественного рода Мацудайра, даймё князей японских. Слово Мацу означает сосна, и это же слово входит в фамилию старичка, который сидит здесь, под этим деревом, кстати, и ствол дерева вполне может быть сосной, а у этого человека еще и фамилия была Мацу-о, Мацу-о, а псевдоним он себе взял Басё. Соответственно, это великий японский поэт Басё, который способом странника, а этот выпуск в основном посвящен путешествиям и всякого рода знаменитым местам, и начинается с изображения самого знаменитого поэта странника, в высшей степени местно актуально, это является своего рода камертоном, и здесь он, видимо, медитирует перед тем, как отправиться в путешествие, сидит на берегу пруда, вот эти горизонтальные полоски перед ним и ждет, когда прыгнет лягушка. Вот. Это еще не все. Обратите внимание на тонкие стебли слева от него на заднем плане. это два вида растений. Нечто вроде прибрежного камыша или тростника, который называется сусуки, и листочки-цветочки, по-японски оминаэси, по-русски переводят дева-цветок, или патриния. Перелистываем страницу, следующие после нее, собственно, первая страница, после титны, изображает журавля, который гуляет на знаменитой равнине на болоте Сакура-да, вишневые поля. И на этом болоте растут как раз эти самые сусуки, тростник камыш, и оминаэси. Их можно не заметить, если смотришь только на главного персонажа, но они есть. И для грамотного думчего читателя они являются ничуть не менее значимыми, чем детали первого плана. Не следует забывать о том, что журавль, это мы уже знаем по первому выпуску, символ и образ долгожительства долголетия, то есть такой благопожелательный образ, который будет подхвачен или завершен на самой последней странице, который изображает двух черепах в пруду. Черепах это другой, одна из трех символов долгожительства. Соответственно, здесь можно сказать, начало сочетается с концом в качестве такого рода. Но не только первая, последняя, вторая и предпоследняя. Посмотрите на изображение горы на этом развороте. На самом деле это не настоящий разворот из книги Хакусая. Этот разворот я сделал в самом фотошопе. Ибо на развороте, то есть вторая, третья страница, была представлена одна гора, а картинки эти печатались с двух разных досок и соответственно на двух разных листах бумаги, поэтому всегда один и тот же большой сюжет, который занимал разворот, получался с разрывом посередине. Так вот, на первом, и от него мы видим правую часть, была гора Фудзи, а на предпоследнем, то есть непосредственно перед черепахами, была гора Цукуба. Это две большие, не столь большие, особенно Цукуба, всего 900 метров высоту, а большие в мифологическом, литературном отношении горы. На горе Цукуба происходили древние игрища, связанные с обрядами фертильности, плодородия, и там происходили знаменитые песенные плетенки, которые легли потом в основу сцепленных песен Ренга, где я все совсем сцепляю, в Японии ничто не попадает, и гора Цукуба в легендах, преданиях и первых исторических записях о происходящем в древних землях, жанрах Фудоки, гора Цукуба противопоставлялась горе Фунзе, то есть они постоянно сравнивались. Так вот, оказалось, что я хотел это дать просто, чтобы они вошли здесь в один кадр, и поэтому взял половинку от одной, половинку от другой, но они великолепным образом наложились друг на друга и образуют вполне складный треугольник. Было ли это задумано? я не исключаю, что было. Там практически ничего не делалось просто так. Это значит, что читателю, зрителю, ну, в общем, придавалась роль умного зрителя, который должен был помнить то, что он видел в начале книги, когда он доходил до конца, он должен был вспомнить, сопоставить, объединить, и вот эти 60 страничек, которые, повторяю, можно механически пролистать очень быстро, на самом деле оказывались вполне медитативным визуальным текстом, над которым можно было долго сидеть, наслаждаться, разгадывать. Часто это действительно можно было разгадывать как рембусы. Я в свое время уже исчерпал. Тогда я не буду вам рассказывать про это. Вот разве что еще один пример. В пятом выпустите идет длинная череда на 10 страниц, изображающая несчастных поэтов. Чаще всего в Японии поэты и были все несчастные. Изгнальники, отринутые влюбленные. Вот идут портреты и потом между ними гора пунзи. Почему? Это бы сказал Random Sketches. А я говорю, что это принцип монтажа. Ибо все эти поэты, или почти все, участвовали в антологии, которую всякие уважающие себя японец был их времен, знал наизусть. Это стихотворение от ста поэтов. и поэт, который изображен в нижней правой картинке Ямабы Нолкахито. При виде его портрета культурный зритель сразу вспоминает его стихотворение, посвященное красавице Пудзе, ее снежному куполу. Перелистывает страницу и на «Вот лови ее скорей» появляется изображение. Мне кажется, что здесь был применен принцип монтажа и чисто кинематографической перерывки разных планов, чтобы как-то разбавить портретную галерею, чтобы читателю, зрителям не было скучно. На следующей странице поэт Фульгийно Яскиде, который обернулся как бы смотрит на эту гору, тоже в этой антологии из-за стихотворения от 100 поэтов писал «Горный буря», правда, он ее называл «Фудзи», но все это не просто так. Это я пропускаю, это расшифровка разного рода сюжетов. И вот у него много картинок, которые на самом деле являются юмористическим обыгрыванием поговорок или пословиц. Вот здесь люди заняты отбиванием моти, клейкой рисовой пастой, которую нужно отбивать по особой методике, смачивать, и если это неудачно делать, то она прилипает к молоту. И вот как ни странно, этот явно неудачливый моти-бовец сопровождается здесь надписью моти-я. Дело мастера боится по-русски будет. То есть так говорят об очень умелом человеке. То есть настоящий моти может отбивать настоящий матишник. Это мой аналогизм типа булочника матишник. То есть иронический здесь смысл этому придаётся. И чего ж. Очень часто, когда я занимался и занимаюсь разгадыванием и интерпретацией таких картинок, я себя ощущаю вот таким незадачливым моти-бойцем, который постоянно увязает в тесте разного рода смыслов текстов, но иногда всё-таки из этого и выбирается. Всё, на этом я тогда закончу и всё благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ что действительно такое обычное занятие учёного находить какие-то закономерности или как у вас в Лондоне сказали «паттернесс». не в чём-то что сначала казаться хаотическим. теперь даже не знаю, может быть попросить наших китаистов как ближайших. Такой практический вопрос. Вы известен тираж вот этих тетрадочек? Очень хороший вопрос. В точности неизвестен. Ну, примерно. А с учётом последующих изданий, потому что они допечатывались много-много раз из уже выработанных деревянных досок, когда они смогли печатать, нарезали новое, то это доходит до десятков тысяч. Ну, то есть как играли внули. То есть всего имеется в наличии где-то? Сейчас нет. Сейчас я думаю, что не больше может быть двух-трёх тысяч. я говорю условно. Полный конфлект всех пятнадцати книжек в крупных музеях первого издания практически отсутствует. Даже полного комплекта есть сборная. Вот для своей книжки я пользуюсь изданием, которое любезно мне предоставил Британский музей. Отчасти это книжки из собрания Джерна Хиллера, отчасти из другого источника там стоит ещё такой штамп 1415 год British Library они потом передали это в Британский музей и вот пришлось комбинировать, а полного нет. То есть это не хранилось, никак-то не береглось, потому что девятнадцатый век, то есть это копеечные издания, которые даже не сохранились в том моменте. Ну японцы к этому относились не столь трепетно, как на Западе, но и на Западе, и в частности в России, если считать Россию Западом, это стоило действительно копейки. В воспоминаниях Анны Астрономовой Лебедевой, которая была очень сильно заинтересована японскими рамюрами, я прочёл любопытный пассаж. Ей родственники привезли из Киева, купив там в Азаре в Киеве несколько книжечек Манаха Кусая, которые они покупали своим детям для раскрашивания. То есть здесь цвета очень мало, это с трёх досок печаталось, и соответственно стоило это копейки, давали детям как книжки раскрашивали. Но если сейчас порыться букинистических чего-то, наверное, тоже можно накопать, и это будет не столь дорого. Да, разрозненные, но накопать можно. И чаще всего это будут поздние здания. Как за 19-го? Что вы считаете? Да, конец 19-го. Как на конец 19-го, то есть с какого-нибудь доски уже там иного порядка, да? Это может быть новорез конца 19-го. Вот такое издание в довольно хорошей сохранности, потому что его никому не дают в руки, даже не показывают, есть в ЗВС зарубежном востоке Ленинской библиотеки. Полная? Полная. Это где-то 80-е годы 19-го века. Это сильно отличается от более старых по толщине бумаги, там более такой розоватый цвет, нежели вот в первых изданиях, но это вполне приличное издание, которым можно пользоваться, если туда проникнуть. А было какое-то исследование вот этих перепечаток, насколько накапливалось искажение графики? Такого исследования точно нет. Ну, а оно уже наверняка там шло огрубление и какие-то подвижки, изменения. Это мало вероятно, чтобы это делалось в один в один. Один в один нет, но очень тесно они следовали оригиналу, во-первых, а во-вторых, иногда это было не огрубление, а наоборот детализация. Первый самый выпуск вышел абсолютно без всяких надписей. Вот как мы здесь видим несколько иероглифов, так вот таких надписей не было. А уже в последующем они появились. Это значит, что издатели несколько переоценили уровень аудитории и далеко не все фигурки однозначно прочитывались. Поэтому пришлось добавить имена каких-нибудь древних китайских мудрецов. то есть это уже не от самого Хагуса это все? Нет, это от издателя. Издателя называли Хан Мото хозяин досок и он был самый главный. Извините, а как это до Киева дошло? Вот интересно. До Киева? Вот как можете представить кто на эти первые лавки, в которых продавали всякие японские штуковины, то, что называем декоративно прикладываем искусством, в Петербурге появились еще до русско-японской войны. Возможно, так было и в Киеве тоже. Вот контакты какие-то существовали. Есть какие-то участия самого Фокусаева в создании композиции на листах? То есть он вообще уже не прикасался? Это неизвестно. То есть информации нету? Информации нет. Потому что какие-то листы сделаны удачно, какие-то очень мягко говорят. В том что дело, что это колоссальный памятник 900 страниц. И его практически никто никогда полностью не переиздавал. Потому что есть проходные страницы. Если не задумываться о том, что это цельная композиционная структура, то тогда это не обязательно все подряд печатать. Но тогда пропадает очень много каких-то тонкостей и тайных скреп. Можно? Все расскажем о композиции. Не столько о самом себе писаре, сколько о композиции. Если мы имеем 900 штук, 900 предметов изображений одного ремня и одной культуры, даже вероят в одного автора, то не возьметесь ли вы сложить другие композиции, не те, которые из-за ненависти спорников, которые тоже будут иметь начало, концы, середины, лейтмассивы, минусы, связаны с композициями. Именно так. Он был лучшим, но не было исключения. И вообще это своего рода консумация, то есть вершина всей долгой традиции китайско-японских книжек-картинок. И он сделал то, он и его редакторы, что как бы витало в воздухе и то, чему следовали другие авторы раньше. Да? У них тоже есть эта система струкливого. Нет, вы не это имели ввиду. Можно ли из тех же элементов сложить другое целое? А, другое целое, 15, да? Да. Можно сложить 8, 20, 3, да? Или даже 15, но другие. Очень много, очень много выпусков. Все они так или иначе соотносятся, да? И при нашей способности интерпретировать и при в общем в конце концов ограниченном количестве символических предметов, символов, можно сделать другие композиции. Можно. И сейчас есть в интернете такая игра, где вырезаны отдельные фигурки и можно делать свою собственную манго на основе хокусая сочетая эти фигурки в пределах страниц. Не обязательно в пределах страниц, в пределах сборника. Важно пределы. Делать разные начала, разные концовки, разные центры. Да, жесткой однозначности здесь, конечно, нет. в разных изданиях повторялась композиция одна и та же, от издания к изданию их не перекомпоновывали. в изданиях манго хокусая нет. они уже хокусая знаете, я довольно давно занималась композицией в сборниках картин проводили не самих выражений, а их описаний поднимают дошедшие до нас поднимают филострах. их гораздо меньше, всего 64. Чуть лучше. Их всего 64, не 65. Когда я слушала вас, я вспоминала, ну, там организация гораздо более жесткая, та, которую я увидела. Это не факт, что я не сделала то же самое, что можно сделать. Знаете, наши недоступны способности, возможности, но все-таки там были некоторые заданности и несколько, было же, две книги давалось логопитной традиции, но между тем в традиции сообщалось, что книг было четыре, а рухописи все по две. Когда я выделяла циклы по своим критериям, сейчас не буду это обсуждать, у меня получилось четыре цикла, при этом как бы один в первой, первая имела большую сильную структурированность, а вторая разбивалась на три с кодой. И потом я нашла каталог, но он еще не изданный, мне просто французский послала свой каталог рукописей, в котором оказалось несколько рукописей с разбивкой на четыре и границы проходили там, где я поставила границу цикла. Бинго! это с того, что он отобрал у него хорошо получили два и соотнесение с первой, а последний так сказать аппендикс, он уже совсем рыхлый. То есть сначала мы из всего написанного составляем композицию, потом нам сложнее сделать такую... То есть есть какие-то объяснения и того, как это получилось. Но, разумеется, что выделяется? Начало, конец, общая рамка, трагедия, вспышка света, дивертисмент, там вот такие края. Диметрия, включается объем, размер картины никогда не чередуется очень большая, берем медиану, никогда не чередуется очень большая, очень маленькая, а только так, чтобы рядом совсем большой была средняя, совсем маленькая тоже средняя. Ну и много других вещей. Но принципы, которые мы находим, что меня самая несколько сметила, ну и примерно те же самые соображения, которые мы применяем, ища композиционную законоверность. у меня правда проверка произошла такая необычная. То есть в общем степень нашей интерпретационной способности и можно только надеяться, что интерпретационная способность издателей соотносится с вашей интерпретационной способностью более-менее адекватно. поэтому вы правильно открываете их замысла. Хотелось бы на это надеяться. Можно сказать, что я создал их творческую лабораторию, потом меня фроник, и потом всем все рассказал. Хотя на самом-то деле это в общем зависит от того, насколько себе представлять их способ мышления, который действительно ассоциатива. Вот я, может быть, чрезмерно много говорил, вот я думаю, мне показалось, я открыл, ну потому что действительно и специалистов, которые занимаются фокусаем и старопечатной японской книгой, а вот все то, что я говорил, не говорил в общем-то никто. Почему? Не потому, что я самый умный больше всех знаю, кое-что я прям знаю, но я занимался сопредельными жанрами. Поэзия Ренга, в которой самое главное это связь, аллюзия, методы сцепления. Там стихи сочинялись, условно говоря, по кругу, это было произведение коллективного творчества, и одну страфу произносил один, другой, другой, и надо было как-то тонко, часто с юмором, часто совершенно с невидимыми приемами или с крепами, сейчас это слово кажется нельзя уже употреблять, но существовала своя поэтика соединения. И вот зная эту литературную поэтику, я отчасти транспонировал ее на поэтику визуального сработало. Когда я стал смотреть постранично эти сборники, и когда я увидел, что в этом система, а не хаос, я чувствовал, что вот я сейчас переверну страницу, и там будет примерно это. Я переворачиваю, находил то, что я подумал. Поэтому я думаю, что существовал некий культурный код. Существовала общая база культурных аллюзий, ассоциаций, какой-то мифологический, религиозный и поэтологический репертуар образов, символов и тем, который реципиенты, читатели, зрители знали, воспринимали и получали удовольствие от того, что они могли это предугадать или понять. Думаю, что как-то так. Ну, все можно сделать свое. Ну, это я тоже, видимо, поддерживаю, такие клише есть. У меня еще вопрос по поводу социального адреса, значит, что это дешево. Попадало ли это в руки какой-то более образованным в своем японском обществе или это только для городских независимых, скажем так? Для городских да, но вот низы это, наверное, все-таки не вполне что. которые не очень читали, поэтому нужно было на картинках все подавать. Или все-таки тут адреса тоже был более... Я думаю, что если говорить не в классово-социальном классе, а скорее в культуру. В культуру, да, это, в данном случае оно совпадает со старой, в культуру. Нет, но вот представители самурайского сословия или старая аристократия вообще ко всему искусству картинок вреннего мира, у Киоэка, который он лежал на Кусай, относились крайне пренебрежительно. Что не делает это искусство, как писали в старых советских книгах, искусством низовой глибейской культуры. То есть читатели, зрители были людьми, может быть, в политическом и социальном плане бесправными, но там был потрясающе высокий уровень культуры. Практически каждый из читателей этой книги мог принимать участие в пирушках, предназначенных для сочинения стихов. Или вот как это все началось. Почитатели Хакусаев встретили его в городе, куда он забрел и устроили не просто угощение, но и состязание Тушью, битвы Тушью это они называли. То есть очень многие могли делать нечто подобное. То есть писание стихов или рисунок. Рисунки. Стихи скандировали обычно для начала, потом записывали. То есть я думаю, что уровень знакомства с репертуаром старых китайских литературных мифологических художественных источников был очень высокий. Да, вот 19-й столетик. А все-таки вот можно ли понять в первоначальном тексте без редакторского вмешательства роль каких-то знаков письменных в общем была значительной или нет? Вот я так и не понимаю. Вот видите, что эти уже добавлялись позже. А вот можно предположить, каково было место и значение иероглифики в каком-то исходном варианте, если можно о таком говорить? Боюсь, что нельзя. Писай не был исходного варианта с исключением его эскизов или рисунков. И к чему-то он мог написать сбоку, что он имел в виду. Например, когда идет о маленьких пейзажиках. Там, может быть, иной раз и можно спутать, и он писал сам. А вообще все эти надписи добавлялись уже при составлении, то есть при редактуре. Но я думаю, что уровень восприятия был чрезвычайно высокий. Вот в одной из картинок, не помню какого тома, там была картинка, когда два человечка держат циновку татами, и третий через нее прыгают. И называлось это прыжок через восемь кораблей. что это такое? Это знаменитая сцена в битве при Дан Наура 1185 год между родами Тайра и Минамот ключевое событие японской истории, когда молодой герой преследуя врага перепрыгнул, там было морское сражение, через восемь кораблей и настиг. И вот спустя 19-й век и 12-й семь столетий простые горожане отнюдь не самураи по пьянке играют в эти самые игры. То есть для них это не звук пустой и отношение совсем не такое, как у среднего русского ложечка к слову о полку Игоря. То есть это живая традиция, которая у всех в родовой памяти. Так что я думаю, что интерпретационный уровень был весьма высокий. из версии знали сто стихотворений те же самые. То есть девушка очень больше. Да. Можно я от себя добавлю, я один раз был в Токио, у меня знакомый русист повел, там у них музей старого эпохи Эда. Мне запомнились две вещи. в общем, мы как представляем, что вот эпоха Мэйзи, вот там раз культура, а что там было до этого, какая-то нехорошая изоляция, и все такое. Мне две вещи потрясли. Там книжный магазин, почти как современный книжный лавка, а второе, значит, столб большой, из черного какого-то камня, который стоял посреди города, на нем вывешивались объявления о пропавших детях. Детях? Да. специальный столб, это, значит, какой был уровень грамотности, да? Сто процентов. Что вот, значит, если у кого пропадал ребенок, он мог вывести, был уверен, что прочтут. Мне запомнилось вопрос о уровне культуры простолюдинов, в общем, в всяком случае, столичных. Это поразительно, потому что читать этот шрифт было непросто, прямо скажем. В смысле, иероглифику? Иероглифику. И, кстати, горожане далеко не все знали, все, наверное, три тысячи примерные розовлифы не использовали в то время, поэтому в книжках и даже вот ухо кусая надписывали предношение камня. Да. Ну, вот, возьмите такое. Интерпретировать эту требовался навык. И, тем не менее, они это делали. Это поразительно. Извините, я вас перебил. Вопрос был такой. Известно, что в Китае достаточно рано появились печатные пособия для художников по живописи. Мой вопрос был, вывели такие, издавались ли такие пособия в Японии и использовали японские художники эти выпуски в качестве пособия для создания новых композиций. Использовали и современники хокусай или его последователи эти выписки как пособия для живописи? Использовали очень активно тот же самый хокусай. И вот я быстро, когда говорил, упомянул этот один из четырех главных источников. Да, и вот знаменитое слово о живописи садовы личной с горчичной и зерно, но еще больше был более маленький текст известен пособия из живописи в десяти бамбуков и много таких было. А непонцы тоже создавали свои пособия? Или китайские перепечатали? И свои тоже создавали. Да. много таких. Скажите, пожалуйста, насколько в манге хокусая важен буддийский и вообще религиозный подтекст? Не является ли вся манга вот в этой своей рандомности, как вы сказали, случайности, изображением... Против рандомности выступают. Ну да, но вы сказали, что это все равно лес. Все равно некоторая рандомность там есть, это все-таки не четкая система. Это не 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 является ли это как раз образом вот этого вот иллюзорного феноменального мира, который есть вот мир приходящий? Мне это не приходило к Богу. Думаю, что нет. Там очень много буддийских иконографических мотивов и сюжетов, но какой-то особой религиозности, я думаю, там нет. Не поддерживала. Там может быть очень много персонажей из репертуара буддийских храмов, иконографии какая-то, но никакого особо религиозного духа может быть. то есть можно сказать, что это светское искусство. Да, вполне. Что не означает атеистическое, но вполне светское. Вот, кстати, у меня тут, простите, заметил, это уже не относится непосредственно к сюжету моей лекции, но к разговору о том, откуда были эти книжки и как они стоили в России. Письмо Сергея Николаевича Китаева коллекционера, чья коллекция потом попала на не вполне законных основаниях музея Кушкина. Здесь он хвастается, что у него было первое издание Мангва, вот он там пишет, Мангва, ревчайшая ценность. И когда я в архиве напал на это письмо, я помню, спросил у сотрудников музея, можно ли посмотреть, и они принесли мне издание позднее в плохой сохранности. Я говорю, а где Шпетов? Подошло смятение. Говорят, у нас больше ничего нет, нам такое поступило. Ну, и вот дальнейшее можно интерпретировать по-разному, но когда вскоре после этого вышел их каталог, и они дали вот это письмо, они просто убрали оттуда упоминания и слегка изменили текст, чтобы эту лакуну как-то причесать, но иными словами фальсифицировали архивный источник. Здесь есть несколько разного рода причин, и я не исключаю того, что коллекционер Оксама Шевицы, мы могли продать более позднее здание, хотя не настолько все-таки он был неучим, чтобы не отличить полный от первого. Все, что угодно было произойти, не буду перечислять, не в этом дело. Я им даже говорил, что не их вина, но вот интересно. И вот они почему-то выбрали такой путь. Я об этом писал и по-русски, и по-английски, и, наверное, в других местах это был бы повод для судебного разбирательства, добровольной отставки директора. Много вы хотите. Кто-нибудь еще что-нибудь хочешь сказать? Я вам скажу. я думаю, что наверняка есть, а просто этим вопросом не занималась. Чисто искусственное исследование этой графики, да, потому что я посмотрела на тех картинках, которые вы показали сейчас, там преобладает центробежный вектор. Все как-то персонажи, вот они от центра до вектора идут на раскрытие. есть ли обратные композиции к центру, и вообще как выстроено, по каким плоскостным, ритмическим, вот такой чисто искусственным формальным анализ исследований, может быть, вы просто подскажете какую-то монографию, которую вы посмотрите. Мандару кусают? Да, ну и Чистос. Нет, таких нет исследований. Или они мне неизвестны? Ну, потому что раз вам неизвестно, значит нет. Потому что я не представляю, что вы пропустили. Но это странно, почему никто как бы Это странно, потому что этим текстом не занимались как единым памятником. Выбирали отдельные красивые картинки. Про них можно сказать очень много умного, интересного, но это как бы другой жанр. Нет, я и говорю, я по этой искусственному не ойдет. А чисто искусственному исследованию писать? Об отдельных картинках. Об отдельных писать, Какие фон построения изобразительных в камере. Нет, там есть совершенно знаменитые вещи, я их тут не привожу. Но если вот чисто такой эстетически искусственной появился, то можно найти что-то такое. Наверное, об этом писали. По-русски была одна маленькая книжечка, изданная в издательстве «Наука» в 1967 году. И когда я стал работать, я сначала немножко испуганно смотрел, думаю, до меня уже сказали. Но это было краткое изложение популярной, но очень хорошей, кстати, популярной книжки Джеймса Минченера со всеми ошибками, которые вот... Плюс с ошибками перевода с английского на русский. Кто был из-за книжки? Ну, она давно умерла, говорят, была хорошая почтенная дама. Вот лучше, если вы мне позволите выступить под занавес в жанре «Shameless Self-Promotion». Вот собираются до конца года наконец выпуститься. вот в четырех комиках один это мои тексты исследования, комментарии, переводы и в трех по пяти выпусков манго. Вот это лежало больше пяти лет, потому что не было денег на издание. Когда будет это издаваться? Вот до Нового года. это сейчас типография. Я как раз хотел спросить, а это мусмерное издание какой-то современной типографии, большого всего, или это тоже не всего? это абсолютно всего. Всего. Но это впервые их так будет. Пять или уже шесть лет назад я вначале показывал картинку, где я выступаю, говорю про композицию, сказал, что это был съезд главных окусальщиков. я похвастался тогда, что я закончил эту работу, вот хочу издать, Матти Фореру. Он до недавнего времени, в прошлом году сейчас он ушел на пенсию, был хранитель японской коллекции в Ленинском музее. Прекрасный знаток и выпустил альбомов пять, наверное, не только пустая. О, здорово, молодец. После чего у меня наступил перерыв, перерыв наступил издательство, с которым у меня был договор, о котором, собственно, я бы заказал изначально, разорилось. Разорилось оно, ну, со всеми бывает, но все-таки спустя три года после того, как я должен был сдать это, а не сдал я это в свое время, потому что я отвлекся на подготовку к печати каталога японского коллекса для Пушкинского музея. Вот, когда я поменил про то, что перебежал на дорогу, мне кое-кто. И потом оказалось, что эту работу уже издавать негде. Так вот, в конце 2014 года я узнал, что вышло по-французски в Париже большого формата то, что было объявлено полным изданием манго с комментариями, сделал это Монти Форос, который, видимо, вдохновился моей идеей. Я страшно переживал и купил эту книжку, но увидел, что это издание мне абсолютно не конкурент, потому что его комментарии занимали 3-4 строчки, редко-редко 5. У меня иногда это 2 страницы. рисунки все. Рисунки все. Но он не переводил предисловия по 2-3 страницы. И вот они даже не изданы. И нет переводов. Это я делаю. Поэтому его издание роскошное. Издан в футляре, большой формат. Кстати, сильно увеличенный. И зачем их увеличивать, очень понятно. Но это, наверное, неплохое издание, хотя я там нашел немало ошибок, потому что меня найдут ошибки. Но это издание у него не очень научное. И тем не менее это первое полное издание манго на Западе. В Японии 5-6 лет назад издали это в одном толстом томе, но без единого слоя каких бы то комментариев. Поэтому я говорю, что у меня это во-первых, первое издание всего набора от крышки до крышки от всех книжек и где прокомментирована и переведена каждая страница. такого нет ни на одном из них, включая японские. Когда это издастся, нам дайте знать. Пусть с вами порадуемся. Вас не хватит приобрести пристать где приобрести я не знаю, но вот мне уже сказали, что в магазинах это будет стоить 12-15 тысяч рублей. Когда забудьте прощать. Тысяча. Это безумно дорогое издание, вот отчасти именно поэтому работа и лежала долго. Вот бесстрашно петербургское востоковедение, какой-то грант на это получили, они за это взялись. Я даже думал издать это просто в виде одного текста и приложить диск сидером к этому. Картинками, конечно. Если в самом издательстве тоже будет стоить? Нет, это в магазинах, в издательстве меньше. Тысяч десять. Нет, они мне говорили, что по себе стоимость это порядка четырех тысяч будет. Просто там двойная-тройная оценка в магазин. Вообще-то жуткая сделка. пять процентов. Какая стандартная нужна. Можно по крайней мере университет и это может приобрести. Думаю, что вот это у меня будет слабо подавиться. Вот свою английскую книжку я поднес. А с этим посмотрим. Они обещали это сделать к нонфикшн, но говорят, что не уверены, что напечатают. Ну, Ну, ладно. Тогда нестож. Пламя горим и призываем всем. Спасибо.